В этом видео мы разберем очередную статью от Рея Далио из цикла статей, посвященных смене мирового режима. Насколько я понимаю, это последняя статья из этого цикла и осенью нас ожидает книга на эту тему. Почему этот цикл статей очень важен? Потому что он дает понимание исторических паттернов, по которым А. Сменяются главенствующие государства и Б. Этот цикл статей показывает изменение стоимости различных классов активов В зависимости от того, что происходит в мире и что происходит в экономике. В общем, эта статья, как всегда, сложная и как всегда интересная, поэтому присаживайтесь поудобнее. С вами Андрей Михайлес и я желаю вам приятного просмотра. Сразу хотел бы попросить вас о том, если вдруг это видео вам покажется интересным и полезным, И вы хотите как-то отблагодарить меня за мои старания, то лучшей благодарностью будет помощь в распространении этого видеоролика, чтобы моя работа не осталась незамеченной. Итак, сама статья не имеет какой-то градации по частям, информация в ней переплетается, поэтому я выделил значительное количество важных, на мой взгляд, тезисов. И в этом видеоролике мы по этим тезисам пройдемся. После Второй мировой войны мир был разделен на два больших лагеря. С одной стороны, это Соединенные Штаты и их союзники. Этот лагерь использовал капиталистический демократический строй общества. С другой стороны, это Советский Союз и его союзники. В этой части использовался коммунистический автократический строй государства. Германия была поделена пополам между Советским Союзом и Соединенными Штатами и их союзником. В Китае была в этот момент времени гражданская война, а Соединенные Штаты в этот момент времени, после Второй мировой войны, стали занимать лидирующую роль в мире. В отличие от окончания Первой мировой войны, когда они в целом заняли такую изоляционную позицию. Кроме идеологических отличий, эти два блока, блок Соединенных Штатов и их союзников и Советский Союз, имели разные монетарные системы. Соединенные Штаты и их союзники получили монетарную систему, где доллар, то есть они получили систему на основе доллара, где доллар был привязан к золоту. Почему так произошло? Потому что после окончания Второй мировой войны, две трети всего золота в мире находилось в Соединенных Штатах. В свою очередь Советский Союз получил собственную монетарную систему и союзники Советского Союза, но так как Советский Союз был значительно более бедным, чем Соединенные Штаты, то и эта система получилась значительно более слабой. Несмотря на то, что в Западном мире в основе идеологии Западного мира были такие вещи, как частная собственность, свобода слова, справедливое взаимоотношение между людьми, правила взаимодействия внутри страны и правила взаимодействия с другими странами были абсолютно разными. И Рейдалио здесь сравнивает правила взаимодействия между странами с джунглями, где побеждает сильнейший. И такие правила привели к формированию военно-политических блоков. Таким образом образовалась НАТО, куда изначально вошли 12 стран, и в 1955 году был подписан Варшавский договор, куда вошли 7 стран, включая Советский Союз, и сформировали вот этот вот Советский блок. На сегодняшний день 11 стран имеют ядерное оружие. И наличие ядерного оружия у страны значительно упрощает различные геополитические споры. А отсутствие такого оружия делает страну более зависимой от других стран и, соответственно, менее способной отстаивать свои интересы. И такие правила делают неизбежным процесс гонки вооружений, который в свою очередь является очень дорогостоящим для страны. И, в общем-то, этот процесс гонка вооружений привел к тому, что в какой-то точке Советский Союз не смог поддерживать те темпы, которые были у Соединенных Штатов в наращивании военной мощи, и, соответственно, это привело к его банкротству. На этом графике вы можете видеть размер запасов ядерного оружия по странам. Как видно, что в определенной точке странам удалось достигнуть консенсуса и в дальнейшем не наращивать размер ядерной мощности того оружия, которое они имеют. Но тут нужно понимать несколько вещей. Во-первых, реальное положение дел и вот эта статистика, они могут отличаться, то есть по вполне понятным причинам. С другой стороны, вот этот вот консенсус, он не привел к тому, что гонка вооружений, она закончилась. Как вы можете видеть, гонка вооружений продолжается, только продолжается. Она скорее в области технологий и более совершенных видов оружия, а не просто наращивание размера ядерных боеголовок. В процессе общения Далио с различными специалистами в области военного вооружения, ему дали четко понять, что в случае гипотетической войны Соединенных Штатов с Китаем и Россией, то есть если Китай и Россия объединятся в борьбе с Соединенными Штатами, на сегодняшний день у Соединенных Штатов есть реальная угроза эту войну проиграть. Теперь поговорим про монетарную экономическую модель в послевоенный период. Дело в том, что в этот промежуток времени было очень серьезное отличие между движением капитала внутри страны и между странами. Внутри страны разрешалось только использование национальной валюты и бумажных денег, и запрещалось использование золота в качестве инструмента расчетов. А вот между странами использовались расчеты только с учетом привязки этих расчетов к золоту. Делалось это исключительно ради того, чтобы государство имело больше контроля над гражданами своей страны, и соответственно имело больше контроля над движением капитала внутри страны. Так как расчеты между странами были привязаны к золоту, то если страна зарабатывала больше, чем она тратит, соответственно ее запасы золота росли. Если же она тратила больше, чем зарабатывала, соответственно ее запасы золота падали. Как я уже упоминал, к окончанию Второй мировой войны в Соединенных Штатах было сконцентрировано 2 трети мирового запаса золота, что давало возможность покрыть импорт Соединенных Штатов в размере 8 лет. Как мы увидим с вами далее, на сегодняшний день ни одна страна не имеет и близко ничего подобного. И конечно же такой размер богатств позволил Соединенным Штатам создать более устойчивую монетарную систему и более устойчивый блок союзников, нежели чем у Советского Союза. Несмотря на то, что в послевоенный период Соединенные Штаты находились на пике своего могущества, была одна проблема. Дело в том, что остальной мир очень серьезно пострадал от Второй мировой войны. И Соединенным Штатам нужно было стимулировать там экономический рост, для того чтобы они у Соединенных Штатов покупали больше товаров и услуг. Кроме того, нужно было расширять свое геополитическое влияние и как-то бороться с распространением коммунизма. Для этого был разработан план Маршала и Доджа по предоставлению серьезной помощи Западной Европе и Японии. С помощью этого плана удалось решить целый спектр различных задач. Во-первых, они помогли этим странам и сделали их своими союзниками. Во-вторых, это было хорошо для Соединенных Штатов с точки зрения экономики, потому что эти страны смогли закупать у Соединенных Штатов больше товаров и услуг. В-третьих, это было хорошо с точки зрения геополитического влияния. И в-четвертых, так как помощь была выражена в долларах, которые в свою очередь были привязаны к золоту, это позволило укрепить доллар в качестве главной мировой и резервной валюты. И столь благоприятная для Соединенных Штатов ситуация позволила запустить очередной виток кредитного цикла. И в начале кредитного цикла существует достаточно длинный период процветания и мира, то есть потому что у экономики низкий уровень долга, соответственно, можно больше занимать, больше тратить, больше производить. А так как военная мощь Соединенных Штатов была неоспоримой, воевать было просто не с кем. Стоимость фондового рынка в начале этого периода была очень низкой, и, соответственно, на ближайшие несколько десятилетий мы получили бычий рынок. Также мы получили новый мировой финансовый центр в виде Нью-Йорка и укрепление статуса доллара как главной валюты в мире. Дальше продолжается рассказ про этот период, процветание Соединенных Штатов, и далее вспоминает Джона Кеннеди, который по его заявлениям был очень харизматичным лидером, который способствовал полету человека на Луну. Кеннеди очень серьезно боролся с бедностью и отстаивал гражданские права. В этот период средний класс в Соединенных Штатах процветал, каждый мог иметь большие мечты, большие цели, усердно работать и быть уверенным, что в случае усердной работы его планы, его мечты будут достигнуты. Также далее отмечают, что значительная часть людей в тот период времени была более счастливая, чем сейчас. Связано это с тем, что уровень жизни большинства людей был выше, чем он есть сейчас, и разрыв между богатыми и бедными был значительно меньше. Также этот период времени характеризуется доларизацией мира. Если в начале 60-х только 13 банков имели свои иностранные офисы, то к концу 80-х у банков было 787 иностранных офисов, то есть буквально практически каждый крупный банк имел иностранный офис. Но как это обычно бывает, такой период не может продолжаться бесконечно долго, и в этот промежуток времени начала расти конкуренция со стороны Германии и Японии, и в этот момент времени финансовое положение Америки начало ухудшаться, а ее торговый профицит начал постепенно исчезать. Вновь вернемся в послевоенный период, и тут мы должны понимать следующее, что после 45-го года у центральных банков был выбор. У них был выбор либо держать золото в качестве резервов, либо иметь долг Соединенных Штатов, то есть долговые инструменты, государственные долговые инструменты Соединенных Штатов, которые были в свою очередь привязаны к золоту, но по которым, в отличие от золота, выплачивались проценты. И, конечно же, в столь сложный период времени значительная часть центральных банков выбирала именно государственные облигации Соединенных Штатов вместо золота. Но так продолжалось до 71-го года. В этот момент времени требования по золоту стали превышать размер золота, который был у Соединенных Штатов. И, соответственно, это привело к отвязке доллара от золота. В этот период времени усугублялась конкуренция с Германией и Японией, которые были более конкурентными в различных отраслях. В этот же промежуток времени у Соединенных Штатов были очень огромные социальные программы, социальные расходы. И, кроме того, была война во Вьетнаме, которая требовала тоже очень много ресурсов. И поэтому другого пути, кроме как отвязать свою валюту от золота, у Соединенных Штатов не было. Если посмотреть на стоимость доллара в этот период времени по отношению к золоту, по отношению к японской иене и немецкой марке, можно увидеть, что после отвязки доллара от золота очень сильно выросла как стоимость золота, выраженная в долларах, так и вырос обменный курс по отношению к марке и японской иене. Далее вспоминает этот день, день, когда доллар был отвязан от золота. Тогда он работал на полу Нью-Йоркской фондовой биржи. И когда открылись торги, вот после этой отвязки, он ожидал, что на рынке будет паника и стоимость акций будет снижаться. Но он увидел обратное. В этот период времени стоимость акций начала очень сильно расти. Тогда далее еще не знал, как работает этот технический паттерн. Дело в том, что отвязка доллара от золота была связана с огромными долгами Соединенных Штатов на тот момент. А соответственно, раз доллар был отвязан от золота, Соединенные Штаты получили возможность печатать значительно больше долларов для того, чтобы погасить те долги, которые у них были. И соответственно, это привело к увеличению долларовой массы и, как следствие, к росту стоимости практически всех классов активов. Золота, акций, недвижимости и так далее. Такой исторический паттерн мы видели в 1933 году во времена Великой Депрессии. Такой же паттерн мы видели во время кризиса 2008 года, то есть увеличение денежной массы, долларовой массы. Это же мы видели в 2012 году с Европейским Центральным Банком. И это же мы наблюдаем прямо сейчас во время текущей рецессии. Но в 1971 году это привело к снижению доверия к доллару, а соответственно снижение доверия к облигациям номинированных в долларе. И мы увидели очень серьезный отток капитала из облигаций и, соответственно, рост процентных ставок. А также рост стоимости золота, рост стоимости акций, стоимости недвижимости и других физических инструментов. И если вам интересна тема инвестиций, вы ищете, как лучше разместить свой капитал, интересуетесь финансовыми рынками, то в описании к этому видеоролику будет ссылка на мой телеграм-канал, где я периодически делюсь своей аналитикой, полезными заметками, торговыми и инвестиционными идеями. Поэтому проходите по ссылке, смотрите тот контент, который там есть, и если он вам нравится, не забывайте подписываться на этот телеграм-канал. И так как в этот промежуток времени доллар находился под очень большим риском потерять свой резервный статус, статус главной резервной валюты в мире, в Соединенных Штатах в обществе появилось понимание, что вот эти вот либеральные взгляды, они на сегодняшний день неэффективны, и консерваторы стали набирать популярность. В этот же промежуток времени в Китае умирает Мао Цзэдун, и ему на смену приходит Дэн Саопинь. Это реформатор, который изменил китайский строй и привнес туда элементы капитализма, такие как частная собственность, наличие бизнес-структур, начал создавать долговой рынок и рынок акций, развитие технологий и коммерческих инноваций, а также появление первых капиталистических миллиардеров. И все это под жестким контролем коммунистической партии. Такие относительно небольшие изменения привели к тому, где сейчас находится Китай. И, безусловно, эти небольшие изменения в прошлом окажут очень серьезное влияние на формирование окружающей среды 21 века. Теперь давайте посмотрим на последние 30 лет и на важнейшие события, которые произошли за этот промежуток времени. Ну, во-первых, мы пережили несколько кризисов. Это пузырь доткомов и последующая рецессия. Это ипотечный кризис 2008 года. Это коронакризис, который мы переживаем сейчас. Также в период с 90 по 2000 год мы видели развал Советского Союза, рост силы Китая, глобализацию, появление технологий, заменяющих людей, что помогло увеличению корпоративных прибылей, но в свою очередь и привело к разрыву между богатыми и бедными, а также к гэпу возможностей. Проще говоря, в этот период времени рабочие из других стран, а также машины, заменяли средний класс рабочих в Соединенных Штатах. Также в этот промежуток времени мы видим, что у Соединенных Штатов рост дефицит торгового баланса, в то время как в этот же промежуток времени у Китая рост профицит. То есть, когда у государства существует торговый дефицит, это значит, что со временем страна становится беднее, потому что ей нужно искать способы этот дефицит финансировать. И, соответственно, когда у страны есть торговый профицит, в этот промежуток времени страна становится богаче, потому что она имеет возможности накапливать резервы. Возможность иметь торговый дефицит, она выгодна, безусловно, политикам, потому что в краткосрочной перспективе они имеют возможность повысить уровень жизни своего населения, но это, безусловно, проигрышная стратегия в долгосрочном плане. И финансировать этот дефицит можно только лишь за счет роста долга. Но продолжаться так бесконечно не может. И после кризиса 2008 года мы увидели ситуацию, что ставки достигли нулевой отметки, и дальнейшее снижение ставок просто технически невозможно, а значит, инструменты, которые Центральный банк ранее применял для стимулирования экономики, они перестали работать. И единственный вариант продолжить стимулировать экономический рост, это увеличивать размер монетарной базы. Что мы видим на сегодняшний день? То есть мы видим, как монетарная база растет. Похожую ситуацию мы видели после Великой Депрессии, что в конечном счете привело к новому мировому порядку. То есть монетарная база не может расти бесконечно, должны произойти какие-то структурные изменения, и мы должны получить новую форму мирового строя. Еще одна проблема роста монетарной базы заключается в том, что способы, с помощью которых эта монетарная база растет, они привозят к увеличению разрыва между богатыми и бедными. То есть, соответственно, те, кто имеют различные формы финансовых инструментов, они становятся богаче, а те, у кого этих инструментов нет, они, соответственно, не получают никакого бенефита от того, что эта монетарная база растет. Таким образом, мы видим, что увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Почему так происходит? Дело в том, что если мы посмотрим на балансы крупнейших центральных банков развитых стран, то мы увидим, что за последние 10-20 лет они очень сильно выросли. И это, в свою очередь, привело к тому, что стоимость денег, она очень сильно снизилась. Вы можете занимать под очень низкие ставки. И это, в свою очередь, привело к росту стоимости активов. То есть, к росту стоимости акций, к росту стоимости золота, к росту стоимости недвижимости и так далее. И, соответственно, те, кто имел эти инструменты, они стали богаче, потому что стоимость их активов, она выросла. А те, у кого этих активов не было, соответственно, никакого бенефита от роста монетарной базы не получили. Теперь вернемся к конкурентноспособности Соединенных Штатов. Что мы должны понимать про жизнеспособность любой компании, любой организации, либо страны? Если вы зарабатываете больше, чем тратите, то вы имеете устойчивое финансовое положение. Если же вы тратите больше, чем зарабатываете, то, соответственно, вы должны занимать, и этот процесс не может продолжаться бесконечно. Давайте взглянем на график доли экспорта в мировой торговле по странам. Мы видим, что во время Второй мировой войны доля экспорта Соединенных Штатов была на рекордных значениях, и с тех пор она только снижается. И мы видим, что на сегодняшний день доля экспорта Соединенных Штатов уже меньше, чем доля экспорта Китая. Но это лишь только часть картины. Как я уже говорил, важно понимать, какой у вас баланс между тем, сколько вы зарабатываете, и тем, сколько вы тратите. Так вот, если посмотреть на разницу между экспортом и импортом в Соединенных Штатах, и выразить это значение в процентах от ВВП, то мы увидим, что последние 40 лет Соединенные Штаты зарабатывают значительно меньше, чем тратят. Также, если посмотреть на чистую инвестиционную позицию, то мы увидим, что Соединенные Штаты являются очень большим должником всему остальному миру. Еще один очень интересный график, который показывает размер резервов в золоте, которые покрывают импорт различных государств. И как я говорил в начале этого видеоролика, после Второй мировой войны размер запасов золота в Соединенных Штатах покрывал 8 лет их импорта. На сегодняшний день размер запасов золота, который покрывает импорт по странам, исчисляется всего лишь какими-то процентами. Если говорить про размер резервов, то на сегодняшний день по этому показателю Китай является абсолютным лидером. И мы видим, что размер его золотовалютных резервов значительно превышает остальные страны. Но несмотря на то, что у Китая самые большие в мире золотовалютные резервы, и они значительно больше, чем у Соединенных Штатов, у Штатов все-таки есть более серьезный актив, это главная резервная валюта. Именно доллар обеспечивает экономическую мощь Соединенным Штатам. То есть без доллара, как мы можем с вами видеть с точки зрения эффективности экономики Соединенных Штатов, они уже не смогут иметь ту экономическую мощь, ту геополитическую мощь, которую они на сегодняшний день имеют. И очевидно, что с ростом долларовой массы кредит доверия к этому инструменту со временем будет только снижаться. И от обесценивания доллара выиграют те, у кого, во-первых, будут долги в виде долларов, то есть их долговые обязательства обесценятся, а во-вторых, те, кто будет иметь активы, не номинированные в долларах, то есть будут иметь активы, которые будут номинированы в других валютах. И, соответственно, они получат бенефит от того, что в процессе обесценивания доллара значительная часть капитала будет перетекать именно в эти инструменты, увеличивая их стоимость. И что очень важно на сегодняшний день, что если мы посмотрим на последние 100 лет, у Соединенных Штатов не было серьезных конкурентов. То есть все предыдущие кризисы, которые переживали Соединенные Штаты, они пережили достаточно легко и сохранили свой статус главной экономики и главной страны в мире, а доллар сохранил свой статус главной резервной валюты только лишь потому, что у них не было серьезных конкурентов. На сегодняшний день мы видим появление такого конкурента в виде Китая. Если посмотреть на долю ВВП по покупательской способности, то Китай уже обогнал Соединенные Штаты по размеру своего ВВП. И если говорить про путь, который проходит каждая империя от своего появления до своего заката, то есть вот этот вот цикл, то, по мнению Рея Далио, США прошли путь в размере 75% плюс-минус 10%, то есть от этого пути. То есть очевидно, что на сегодняшний день Соединенные Штаты находятся в фазе своего заката. Обратим ли этот процесс? То есть можно ли как-то удлинить процветание империи, то есть удлинить главенствование государства? В теории, наверное, да, но на практике для того, чтобы это произошло, государство должно начать тратить меньше, то есть оно должно стать более эффективным и более конкурентным, что, как очевидно, практически невозможно. То есть должен прийти политик, который скажет, ребята, давайте мы сейчас будем жить хуже, но наши потомки, они будут жить лучше, чем мы живем сейчас. Такое в реальности практически невозможно. То есть на деле мы видим, что приходят политики, которые увеличивают долги, раздувают бюджеты, и все это приводит к тому, что сегодня люди живут лучше, то есть эти политики сегодня набирают больше баллов, но будущим поколениям за это придется расплачиваться. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо, что досмотрели до этого момента, спасибо, что смотрите меня. Если вам нравится тот контент, который я делаю, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не забывайте подписываться на мой Telegram-канал, ссылка на который будет в описании к этому видео. Ну и до новых встреч, удачных инвестиций, и будьте здоровы! Спасибо за просмотр!